Городской суд города Набережные Челны отказывается платить коммунальщикам. Сумма задолженности уже перевалила за миллионы, продолжает расти, однако представители Фемиды этот вопрос как-то не беспокоит. Вообще речь идет о нежилом помещении в многоквартирном доме площадью 2000 квадратных метров. И вот дальше вы уржетесь, потому что в ситуации имеется маленькая загогулина. Официально по документам помещение то принадлежит муниципалитету, однако некоторое время назад город передал эти квадраты в безвозмездное пользование управлению судебного департамента Татарстана. И в общем долгов-то нахлопали судейские, получается. Вот только давайте не будем забывать, у нас же суд-то независимый. Или, если перефразировать, чихать, видимо, на всех хотели тамошние обитатели, что они без зазрения совести и делают. Коммунальщики обратились в арбитраж, и вы оборжетесь еще больше, арбитраж встал на сторону коммунальных служб, а дальше, как думаете, что было? А ничего. Должник подал апелляцию, разборки продолжаются, долг висит, браво! Я обожаю нашу страну, начинаем! А вот теперь давайте представим себе на секундочку, что рядовой гражданин Вася Кукарейкин, обычный слесарь из тех же Челнов, или там пенсионер оказался в похожей ситуации, я имею в виду в долги залез по ЖКХ, только долг бы у Васи был даже не миллион, а всего-навсего, скажем, тысяч пятьдесят. Как думаете, какое решение вынесли бы те самые судейские, о которых говорил выше? Вот я даже гадать не хочу, потому что на 90% уверен, что знаю ответ, поэтому оставим эту историю в покое и перейдем к другой. Кстати, о пенсионерах. Битва за пенсии продолжается, и теперь она уже гораздо более заметна. Ну, футбол, да все. В связи с чем пропагандисты активизировались. Ребята, зря не смотрите киселька, а он тут на медне такой перл выдал. Сам себя превзошел, короче, и так вещал на прошлой неделе, бредоносец номер один о той самой пенсионной реформе, пресловутой, и до такого договорился, господа, вы реально должны это услышать. Я до сих пор в шоке. Из ста тысяч к шестидесяти живыми остаются лишь шестьдесят семь тысяч мужчин. Причины в основном не старость, а пьянство, курение, наркомания, лихая езда и ДТП, самострел, драки со смертельным исходом, самоубийство, как правило, не на трезвую голову, наплевательское отношение к технике безопасности и вообще презрение к смерти, что в нашем характере. Все это до боли ведь знакомо, разве не так? Во многом болячки из шестидесятилетних связаны с тем же. И вот поэтому до шестидесяти пяти сейчас в России доживают лишь пятьдесят семь процентов мужчин из ста. Ну и кто виноват? И причем здесь те, кто хочет пожить еще и на пенсии. Вот оно как оказывается. Понятно вам, почему треть мужчин в России не доживают даже до шестидесяти? Сами виноваты, мерзавцы косячат по полной гайке, потому что... А потом ищут крайнего. Это ж только я, дурачок, думал, что войнушки всякие, например, могут быть причиной преждевременного ухода мужиков из жизни. Я сейчас о тех войнушках, куда родина своих сынов неизвестно ради какой цели посылает. Киселек, к слову, о таких войнах очень любит рассказывать, правда, в более патриотичном включении жилья. Еще одной причиной ранней мужской смертности, как мне, козлоухам умерещилась, может быть работа на вредном производстве, что не модернизировалось со времен царя гороха, ну или, скажем, бедственное экологическое положение в некоторых городах и весях, таких как Челябинск, Тагил, да мало ли этих жутких точек на карте великой и могучей, нет. Самострелы, игры со смертью, драки пьяные, что там еще нес. Знаете, мне правда уже хочется в эфир пригласить человека, который искренне верит вот этому вот телевещателю, язык не поворачивается назвать его коллегой, отзовитесь, несчастные. А это реальная журналистика и сегодня снова с плохими новостями и с самой большой в мире психобольницы. Поехали! Ну а пока мы с вами митингуем за сохранение своих копеек после выхода на заслуженный отдых, слуги народа приготовили для нас еще один свежий анекдот. Итак, Россия потратит полмиллиарда рублей на, знаете на что, на обучение чиновников новым технологиям. Такое заявление на днях сделал руководитель центра кадра и образования программы «Цифровая экономика». Зовут человека Дмитрий Песков. Нет, не тот Песков, но тоже не глупый мужчина. Так вот, речь идет о двух сотнях госслужащих из 34 регионов России, которые пойдут учиться работать с ноу-хау, что, возможно, будут применяться в обозримом будущем. Проект рассчитан на два года. И научить там, чему уж собираются, я, если честно, сам толком не понял, чему. В общем, анализу большого количества разных данных и точности принятия решений. Твою жизнь, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повешалось полмиллиарда на какую-то сомнительную программу для двухсот человек, это по два с половиной ляма на рыло, получается, повторюсь, за что? Блин, вот я уже даже теряюсь, когда налетаю на такие новости. Не каждый российский город-стотысячник имеет бюджет в полмиллиарда. Город-стотысячник, и не каждый. А тут на 200 человек столько потратить собираются. Ну и по традиции о проблемах простых смертных предлагаю поговорить. В начале недели, а точнее 10 июля, со стороны Читы раздался крик о помощи. В регион пришло мощнейшее наводнение. Из-за сильных дождей из берегов вышло все, что только могло выйти. Разрушены десятки мостов, километры дорог. Затоплено огромное количество деревень и поселков. Улицы самой Читы напоминают реки и озера. В Забайкальском крае объявили чрезвычайное положение. Я хочу, чтобы вы это увидели. По поводу произошедшего в Забайкалье, многие мои коллеги уже на следующий день шутили. Там можно снимать фильмы катастроф. Вот только я не увидел в этой ситуации ничего смешного. Пострадали тысячи людей, конкретно пострадали. У кого-то затопила квартира, у кого-то дом и огород погиб весь урожай. А еще автомобили, бытовая техника и прочие дорогостоящие железяки. Но люди их покупали в кредит. И кредит этот платить придется в любом случае. Это только то, что на поверхности. Где помощь, где власть? Вот столько трудов и все затопило. Все. Над цветами, над этими надышаться не могла. И все теперь. Чернота сплошная. Ну посмотрите, ну что делается? Ну неужели нельзя было вовремя отсыпать эту железную дорогу с той стороны? И она бы вода не пришла к нам. Никаких спасательных мероприятий я не вижу. Вообще ничего, как говорится. Я переживаю за своих детей. Света нету. Неизвестно, насколько еще пойдет вода поднимется, как говорится. Какие-то действия, какие-то вообще принимаются. Вообще ничего я не вижу. У нас люди соседнего дома вот сюда перетаскивают детей. Именно. Вот это и примечательно. Ведь чиновники МЧС отчитали, что они отреагировали незамедлительно. Предприняли какие-то супер-пупер меры. Доложили об этом наверх. Короче, проблема, если пока и не решена, то очень активно решается. Пропагандисты из центральных СМИ тут же об этом рассказали. В смысле о том, что решается, решается. И уже почти вот-вот. А народ почему-то о другом говорил. Какой эвакуация, мы все своими силами, понимаем, никто не пришел. Администрация на этот район. Его давно нету нигде. В квартирах уже вода везде. Уже мебель, это все. Мы уже ничего не успели. Это вот хорошо, у меня соседка в 5 утра на работу собирается. Она мне стукнула, говорит, все, собирай быстро вещи. Мы успели только тряпки собрать и выйти. Все, документы. Все остальное, все утонуло. Приехал кто-то с администрации, говорит, вы не переживайте. Через 3 часа начнется спад. Уже прошло намного больше времени. И нас все больше топит. Знаете, в очередной раз хочется задать вопрос. Почему у нас все так? Никто не в курсе. Страна отчетов какая-то. Даже в чрезвычайных ситуациях те, кто призваны помочь, начинают врать и изворачиваться. Лишь бы где-то там думали, что дела обстоят чудно. А с другой стороны, я не понимаю людей. Ну, ребят, ну вы же все это видите. Вы же постоянно сталкиваетесь с наплевательским отношением на вас. Ваших же слуг, слуг народа в смысле. А потом приходите на выборы и снова за стабильность голосуете. Где здравый смысл вообще? Хотя, кому и адресуют данный вопрос. Ладно. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху. Вы найдете больше пищи для размышления. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть над чем задуматься. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Обещаю. Окей, давай. Только нормально. Да ты что стук нахер? Не стук. Субтитры сделал DimaTorzok